Дорогие друзья, это видео о том, соответственно, как лечить миофасциальный синдром, о моем опыте лечения миофасциального синдрома. Ну, я разделяю здесь два очень важных фактора. Во-первых, обязательно, когда пошло обострение. Если это обострение связано с грыжами, с проявлением яркого болевого синдрома, соответственно, с ярким воспалительным синдромом. Ну, то есть, то, о чем я говорю, когда мы разговариваем о лечении боли в спине, у меня есть видео, сейчас выплывет подсказочка. Вот, значит, и когда я говорю о том, что нужно снимать воспалительный синдром, то есть, в первую очередь, мы, конечно же, купируем противовоспалительными препаратами и всем остальным вот это вот яркое воспаление, если оно имеется. Но, опять же, при миофасциальном синдроме это не характерно. При остеохондрозе, если вот мы говорим о клинике чистого остеохондроза, это не характерно. Ну, то есть, может быть, такая постоянная вялотекующая хроника в руку отдало от трапеции, в трапеции постоянно болит, что-то ноет, что-то я вот решил встать, у меня раз там в лопаточке, раз, чуть боль какая-то. Вроде и не критично, а вроде уже и надоело так жить. Вот, и люди, конечно, кто следит за своим здоровьем, кто понимает, что рано или поздно дело этим не ограничится, одно заболевание всегда склонно приводить к другому заболеванию, они, конечно, следят за собой и хотят лечиться. Ну, и, соответственно, вот мы будем обсуждать, как для таких ответственных пациентов, как же им поступать. Значит, смотрите, два главных фактора. Вот представим, что все воспалительные синдромы мы оставили там в прошлом, позади, если они были, мы их излечили. Как таковой яркий синдром у нас, да, болевой тоже, в принципе, будет отсутствовать. То есть мы имеем классический миофициальный синдром, когда у нас такие неяркие боли, может быть, ощущение скованности, ощущение, значит, скованности или какого-то, ну, дискомфорта, каких-то небольших болей в трапециях, между лопатками, в пояснице он может быть, в ягодичных. Он может быть, соответственно, ну, вот, в общем, даже у меня, у знакомого, он занимается пауэрлифтингом, мы ему устраняли у него отводящие мышцы. Отводящие мышцы у него в тяге сумо постоянно, она гипертонизировалась. Вот. Где-то в районе вот широкой фасции был такой очень яркий триггер. Вот. Значит, есть такая вещь для спортсменов, вот в данном случае мы устраняли данному спортсмену как миофициальный релиз, но это роликами, валиками разными прокатывают. Я думаю, что мы еще снимем об этом ролик, о миофициальном релизе. Значит, дальше. Но здесь в запущенных случаях, конечно, миофициальным релизом вы не обойдетесь. То есть, если у нас имеются какие-то, значит, яркие триггеры, в первую очередь массаж, небольшой массаж, просто размять все тело, придется сходить на пару общих массажей или заниматься домом миофициальным релизом. Вот вам два начала. То есть, по-хорошему, если вы занимаетесь врачом, с лечащим специалистом, все-таки лучше идти к массажисту. Соответственно, если вы такой домашний вариант миофициального синдрома используете, то можно, в принципе, применить миофициальный релиз. Только надо себя не жалеть в нем. Значит, дальше. Как мы поступаем? Мы заниматься начинаем лечебной физкультурой. Когда-то давно, лет пять назад, когда я начинал этот блог, в общем-то, потом я его на долгое время забросил по причине учебы и всего остального. Вот. Значит, соответственно, у меня были видео уже о том, как заниматься тросовой такой гимнастикой. Значит, не буду рекламировать ничьи системы. Сейчас множество великое появилось. Смотрите, основной принцип лечебной физкультуры, который должен у вас применяться. У вас должна идти фаза растяжения. Сейчас я поищу видео. Я надеюсь, оно здесь всплывет. То есть, есть фаза растяжения и есть фаза напряжения. Вот эти вот две фазы, они должны, соответственно, сохраняться. Фаза растяжения и фаза напряжения. И таким образом, что делать? Во время социального синдрома нарушена микроциркуляция. Вы, когда сокращаете мышцы, как вот в обычной качалке вы качаетесь, вы улучшаете микроциркуляцию. А когда вы фазу растяжения используете, вы сразу же вытягиваете мышцу и как бы разрываете вот эту вот фиброзную ткань. Поэтому я в своем клиническом опыте постоянно использую на каждую мышечную группу подобные упражнения. А можно придумать, если вы там тренер меня смотрите, уже с опытом, но вы найдете, вы придумаете. Можно там не выдумывать самому. Там есть куча литературы, подобной гимнастики. То есть, на каждую мышечную группу, где расположен триггер, да и в целях профилактики, можно использовать вот такую гимнастику. И при этом снимать гипертензию любого фактического отдела. Единственное, если миофсциальным синдромом поражена шея, пожалуйста, не надо делать так шею. Ну, то есть, логика должна везде побеждать. И, ну, понятно, что шея очень хрупкая. И на шею, конечно же, применяются более щадящие методики воздействия. С шейным отделом у нас будет, значит, что у нас будет просто ЛФК, растяжечка классическая. Когда мы ручки заводим назад, на затылок. Расслабляем только руки и висят они у нас на затылке под воздействием, в общем-то, собственного веса рук. Растягивается у нас пароворотебральные мышцы шеи. Значит, ну, всякие повороты головы так условно, да, покажу. И не забываем здесь, не забываем растягивать у нас, соответственно, лестничные мышцы, грудино-социфидные мышцы. В общем, все мышцы шеи должны тянуться, не только трапеция. Вроде вот все проговорил, основное, базовое. Значит, что по опыту, что вообще по составлению какой-то готовой программы. В общем, обсудили, как проходит лечебная гимнастика примерно, это понятно, да. Ну, конечно, за консультацией ко мне можете обратиться, я буду только рад. Значит, как это выглядит. Вот у вас прошло пару массажей, допустим, общих. Представим, что мы все тело профилактически лечим от миофициального синдрома, да. Соответственно, дальше вы проделываете курс, можно даже заниматься через день по 30-40 минут, щадящий такой вот гимнастики анти-миофициальной, да. Такой релиз делаете, можно сочетать, после этого 20 минут можно заниматься миофициальным релизом, если у вас на это терпение хватит, будет просто потрясающим. Вот. Ну и потом, конечно, идеально закончить все это дело мануальной терапией. Потому что образование функциональных так называемых блокад всегда при миофициальном синдроме происходит. И часть разблокировки, на моем опыте, уже происходит во время правильного выполнения всех лечебных упражнений гимнастических. Но иногда что-то где-то нужно доработать. Поэтому плюс-минус там от 5 до 10 сеансов мануальной терапии вам обеспечено, чтобы просто вот восстановить подвижность позвонков окончательно. Я думаю, что это будет прям крайне-крайне необходимо. И с ногами по поводу миофициального синдрома разберемся. Вообще, до этого был выпуск о спине, да, больше, о остеохондрозе. Но бывает такое, что и в ножках он образуется. И вот я говорю, что у спортсменов я вот встречал, ну, грушевидное и вот отводящие мышцы, соответственно. Значит, смотрите, я бы именно спортсменам советовал, тем, у кого постоянные нагрузки системного характера, все-таки пройтись ударно-волновой терапией. Вот здесь это будет прям важно. Потому что спортсмены, если меня смотрят, они поймут, бывает так, что еще и масло закоксовывается в ягодице, что образовывает уже, ну, даже я не знаю там, как это, вот, даже миофициальным синдромом не назовешь, да, новообразование. Вот эти ваши новообразования масляные нужно убирать. Это тоже важно. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Спасибо огромное, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудет с вами здоровье.